Коммунальщиков призвали к ответу. В суде Свердловского района огласили приговор фигурантам уголовного дела об обрушении части жилого дома по Куйбышево-103. Напомним, трагедия произошла летом 2015 года. В результате двое человек погибли, несколько получили травмы. Экс-руководители управляющей компанией «Моторостроитель» и бывшего исполнительного директора признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а мастера подрядной организации в причинении смерти по неосторожности. Но наказания, связанного с реальным лишением свободы, все избежали. Подробности в репортаже Елены Яговцевой. «Моторостроитель на тот момент управлял всем домом по улице Куйбышево-103. Обязано было осуществлять контроль за состоянием жилищного фонда». Суд установил, угол пятиэтажки по адресу Куйбышево-103 рухнул в результате совокупности многих причин. Среди них и выполненная с грубыми нарушениями реконструкция подвала и офисов, и постоянная вибрация от транспорта, и нарушенная при строительстве здания технология кладки. Но если бы работники управляющих компаний вовремя приняли меры, трагедии можно было бы избежать. «Мы считаем, что их вина полностью доказана материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями потерпевших. Что действительно предотвратить возможность обрушения дома, она имелась на тот момент, но это не было своевременно сделано». Все осужденные получили условные сроки. Экс-директору мотора строителя Владимиру Дроздову пять лет, его заму Тамаре Заремби четыре года, а мастер подрядной организации Валерий Романов получил два с половиной. Плюс ко всему руководители управляющей компании обязаны возместить потерпевшим материальный и моральный ущерб. Всего 30 исков. «Это связано с тем, что они длительное время были лишены возможности пользоваться своими жилыми помещениями. Что после обрушения произошло ухудшение качества состояния жилых помещений. Ну и в том числе представили ряд документов, которые свидетельствуют о том, что и здоровье их тоже, в общем-то, было затронуто. То есть различные переживания, стресс». Однако сторона защиты считает неоправданно завышенными количеством и суммой исков. «Иски заявлены как потерпевшими на стоимость квартир, то есть полностью стоимость квартир пытаются взыскать с обвиняемых. Администрация вышла с исками к обвиняемым за восстановленные квартиры и также пытаются взыскать. Получается двойное взыскание, больше 50 миллионов исков. Это я не говорю о исках моральных, это идут иски только материальные. То есть имущество, квартиры плюс восстановление дома». Обжаловать приговор стороны могут в течение 10 дней. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.